МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое карельских детей из приюта переехали в посольство. Мексиканские блюда из карельской рыбы на калакунде. Бразильская капоэйра на дне бега в столице Карелии. Новости на телеканале Ника+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Детей россиян Виктории и Алексея Медведевых вывезли из приюта в Финляндии, в котором они жили почти три недели. Чтобы вывезти детей, посольство России в Финляндии предоставило машину. Сейчас дети и их отец находятся на территории посольства в Хельсинки. Об этом нам рассказал официальный представитель Алексея Медведева Ирина Селезнева. Напомним, финские органы опеки забрали троих детей у Медведевых 5 сентября. По словам отца, органы опеки отреагировали на жалобы детей о том, что мать с ними плохо обращается. Сама Виктория говорит, что причин для изъятия детей не было. 29 новых квартир обрели хозяев. Поселки Челна сдали в эксплуатацию два новых дома. Жилье новоселам выделили в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда. С новосельем жителей Челны поздравил глава республики. Своего благоустроенного жилья дождалась старейшая жительница поселка Сюльвия Эдуардовна Пелта. В этом году ей исполнилось 94 года. Вместе с ней смотреть новую квартиру отправился глава республики Карелия Александр Худилайни. Это стеклопакеты теплые, теплые окна, дуть не будет, заклеивать не надо, как раньше заклеивали. Это открывается, я надеюсь. Все сделано как надо. И так открывается, видите, вот, до проветривания. Ну, разберетесь. Ее соседка по старому дому, Любовь Плешкова, 40 лет прожила с печным отоплением и без воды. Пока был жив муж, было легче, но сейчас даже развалившуюся печку переложить некому. Но больше ни о дровах, ни о ведрах с водой ей думать не придется. Свой 81-й день рождения Любовь Плешкова отметит в новой квартире. О, тепленькие батареи. Все нормально? Да. Хорошие батареи. Вон, лиха такая прекрасная. Такая хорошая. Бабка переги-теки. Ой, ну водички еще там только они закачивают. Все хорошо. Такие же квартиры получили жители еще пяти аварийных домов в Челне. Компания-застройщик предоставила пятилетнюю гарантию на свою работу. Будущие новоселы постоянно навещали стройку, высказывали свои пожелания. И по словам министра строительства ЖКХ и энергетики Карелии, строители к ним прислушивались. Были учтены пожелания жителей в части об благоустройстве территории. Здесь мы с вами видим детскую площадку. Мы достаточно качественно подошли к озеленению территории, чтобы в конечном итоге этот двор не стал очень гостеприимным буквально с первого дня того, как жители сюда заселятся. Это окончание только первого этапа переселения из аварийного фонда. Напротив новых домов сейчас строят еще 110 квартир для переселенцев из Челны. Мария Кравцова, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Десять коров, куры, кролики и страус. Нужды и чаяния такой разношерстной компании, как никто другой, понимает Надежда Ворлевская из Кандапожского района. Она охотно делится опытом общения с домашними животными, со всеми желающими. И даже специально для этого придумала проект «Кивачские пожни». О планах и мечтах фермера из Березовки узнала Алена Сянти. Надежда Ворлевская не только мама 12 детей, четверо из которых приемные, но и известная в Кандапожском районе общественница. Благодаря ее усилиям и проектам появилась площадка с тренажерами. Восстанавливается сельский клуб в Березовке и возрождаются крестьянские традиции. Справляться с такой нагрузкой помогает чувство юмора. Если пошла доить коров, то обязательно сделать маникюр. А что, так они не принимают без маникюра? Конечно нет. А сколько у вас коров сейчас? Мы держим 10 коров дойных и 6-7 телят. Обращаться со скотиной Надежда Ворлевская умеет с детства. Элитных коров они с мужем купили 4 года назад и не прогадали. От одной рогатой получают до 30 литров молока в день. Потомство у таких буренок особенное. Ой, какой розовый язычок. Язычок мягонький у него. Для месяца он очень крупный. У нас сама коровушка, арфа, она очень крупная. Арфа, она у нас всегда поет. И поэтому мы его так это думали. Может быть, назвать контрабасиком. На душевные отношения хозяев коровушки отвечают хорошими надоями. Молоком, творогом, маслом и сметаной семья Ворлевских может обеспечить не только себя, но и всех желающих. Такая вот у нас сметана. Я считаю, что эту сметану все-таки надо... Можно я вас в каше? Ммм... Ну, как бы сметанка. Отлично. Очень вкусно. Вот такой сметаны в магазине не продается. Кроме коров есть курицы, петухи, кролики и даже страус Сириус. Гордый красавец обживает сейчас загон в новом месте, в 20 километрах от Березовки. Там семья Ворлевских строит Центр развития крестьянского труда. В нем научат, например, доить коров, управлять трактором, возделывать землю. Желающие смогут пожить в центре несколько дней. Здесь доступно будет любой семье приехать и, проживая, для себя понять, а может быть, я правда смогу хоть 10 курочек-то взять для себя, да? А может быть, я кроликов заведу? А может быть, я все-таки и на коровушку? Почему? Потому что они смогут пройти вот это практические занятия. Понимаете, у некоторых есть страх перед животными. У кого-то есть страх вообще перед ведением хозяйства, да? И, возможно, мы поможем даже кому-то пересилить себя и завести у себя личное подсобное. Реализовать идею поможет грант российского фонда «Перспектива». Проект «Надежда Кивачский» и «Пожни» принял участие в конкурсе и выиграл 2 миллиона рублей. На эти деньги закупят технику для обучения, проведут мастер-классы и культурные мероприятия. Сейчас готовится площадка для здания центра. Грант на его строительство потратить нельзя, поэтому на сайте «Бумстартер» организован сбор средств. Пока собрано 10% от нужной суммы. «Надежда» надеется на помощь неравнодушных людей. В знак благодарности в Орлевске готовы предложить практическое обучение в центре, проживание и экологически чистые продукты. Ремонт дорог в Петрозаводске должен закончиться к 3 октября. Об этом сегодня рассказала глава города Ирина Мирошник. По словам Мирошник, сделаны 80% улиц с асфальтовым покрытием и 54% гравийных. Работы выполняются на средства федеральной субсидии в 450 миллионов рублей. Масштабный ремонт начался в конце июля. По имени реки Лососинки в Петрозаводске появилась форель. Туда ее выпустили организаторы фестиваля «Калакунда». Ежегодный рыбный праздник собрал больше 120 рыбаков. А тех, кто пришел на берег без удочки, кормили мексиканскими блюдами из карельской рыбы. Если дать человеку рыбу, он будет сыт весь день. А если дать ему удочку, то всю оставшуюся жизнь гласит народная мудрость. Для сытой жизни у нас уже все есть, даже червячок. Ну что ж, ловись рыбка большая и маленькая. Рыбаки – народ суеверный. Ритуал приманивания рыбы выполняли все охотники за форелью. А в поймире келососинки их собралось больше 120. В запруде форель появилась за день до фестиваля. Ассоциация форелеводов выпустила в реку около 150 садковых особей. Рыбное место ограничили сетками. Для 100-метровой береговой линии рыбы было море. Но рыбалка долго не задавалась. Не клюет пока. Но, видно, рыба спит. Поэтому, к сожалению, не клюет, ничего не поймали. На другом берегу рыбу пытались разбудить музыкой и экстримом. А ту, что уже поймано, готовили и ели. Шеф-повара показывали мастер-классы по приготовлению мексиканских блюд из карельской рыбы. Был на празднике и третий берег – аутсайдерский. Оттуда рыбу ловили незарегистрированные участники. Здесь у рыбаков и снасти особые – самодельные. А мы просто так занимаемся делать вечером. Время провести. Отдыхаем. Я так лично поплывок сделал, но попробую. Ловили на червей, креветку и даже тесто. К вечеру рыбу все-таки разбудили. Оказалось, форель любит мучное. Мы, в принципе, довольны этим праздником. Мы не первый год в нем принимаем участие. Поэтому вот такую замечательную форельку, еще одну такую поменьше, мы поймали сегодня. Поэтому праздник удался. А рыбалка удалась, если после нее есть чем похвастаться. Я в этом году поймал 27 штук лещей вот таких за лето. А в 2014 году я поймал 48. У меня был такой случай, когда на набережной у меня рыба откусила крючок и леску, кусок. Это был, не знаю, подлещик или лещ. Вот прямо вот там, на набережной. Болтуна видать по слову, а рыбака по улову. За сутки из-за пруды рыбакам удалось выловить всего 70 рыбин. А остальная половина так и осталась в водах лососинки. Маргарита Михайлова, Иван Медведев, телеканал Ника+. Любители самого доступного вида спорта – бега – собрались в это воскресенье на стадионе «Юность». В Петрозаводске в десятый раз прошел кросс-нации. В этом году кросс-нации бежали больше тысячи петрозаводчан. Для тех, кто нацелен на результат, подготовили дистанции от 1 до 12 километров – вокруг стадиона и в соседнем парке. За призовые места в этих забегах давали кубки и медали. А пробежать так называемую Александровскую версту длиной 1 километр 660 метров приглашали всех желающих. Мы пришли участвовать в всероссийском конкурсе, в забеге кросс-нации. Чтобы выиграть за победой. Чтобы выиграть за победой. Чтобы наши детки были здоровыми. Я пришла бегать очень быстро. Еще три. Я дома тренируюсь, немножко бегаю. На кросс-нации было чем заняться не только любителям бега. На центральной площадке развернулась ярмарка спорта. Спортивные школы города предлагали пофехтовать, поиграть в хоккей с мячом или попробовать себя в бразильском национальном боевом искусстве КПР. Мария Кравцова, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания. Новости на сегодняшний день.